Взял небольшой отпуск на неделю, и давайте обсудим то, что за эту неделю мы могли пропустить. Самый главный вопрос. После халвинга прошло уже полгода, а биткоин мучает невыносимой скукой. Так когда же мы полетим в небеса? Где же эти 100 тысяч долларов за биткоин? Давайте попробуем ответить на эти вопросы, но в любом случае чаще всего лучшее приходит к тем, кто терпелив. Но это не финансовый совет, конечно. Сегодня мы разберем все это, и буду очень благодарен лайку, чтобы алгоритм ютуба вспомнил про мой канал после этого перерыва. Итак, рыночная капитализация криптовалютного рынка чуть ниже 2,2 триллиона долларов. Цена биткоина при этом остается стабильной, около 62 тысяч долларов. Доминирование биткоина, можно сказать, уже рекордное за последние годы, 56,9%. О страхе жадность 50 пунктов. А это означает, что инвесторы находятся в состоянии неопределенности, не зная, куда именно пойдет цена. Давайте посмотрим на поведение альткоинов по отношению к биткоину и к доллару. По отношению к биткоину эфириум упал почти на 11%. Подавляющее большинство альткоинов также упали по отношению к биткоину. По отношению к доллару по истечению этой недели биткоин практически остался на том же уровне. Но снова эфириум и по отношению к доллару сильно упал. Почему важно то, что биткоин остался на том же уровне по завершению недели? Потому что за это время спотовые биткоин ETF переживали значительные оттоки средств. Но цена биткоина при этом осталась на месте. Это на самом деле позитивный знак. Иногда ETF покупают много биткоинов, а цена при этом тоже остается неизменной. Это то, что мы наблюдаем последние полгода после халвинга. Начало октября оказалось красным для спотовых биткоин ETF. В суммарности инвесторы вывели из них 335 миллионов долларов. Во вторник Fidelity, например, устроила большую распродажу на сумму 144,7 миллиона долларов. Приятно то, что Grayscale почти ничего не продал. Всего 5,9 миллиона долларов во вторник и 13,9 миллиона долларов в пятницу. Спотовый биткоин ETF от BlackRock пережил третий день оттока за всю свою историю. Это случилось в среду. Из него вывели 13,7 миллиона долларов. Но зато в четверг мы увидели приток в 36 миллионов долларов, что втрое больше, чем отток в среду. Сейчас BlackRock фактически рекламирует биткоин везде, где только может. Чего только стоит их недавняя презентация. Обратите внимание на этот кадр. Здесь BlackRock рассказывает своим клиентам о том, что традиционные деньги постоянно теряют покупательную способность. И биткоин это решение этой проблемы. Давайте посмотрим на этот график. Розовая линия это то, на что нужно обратить свое внимание. Это тренд потока или оттоков средств из биткоин ETF. И мы хотим быть выше него, если хотим позитива для биткоина. Да, пока все довольно вяло. И мы явно ниже тренда. Но помните, что все еще может измениться. За последние 5 торговых дней спотовые биткоины ETF продали 4554 биткоина. Учитывая, что майнеры добывают 450 биткоинов в день, продажи в 10 раз превысили дневную эмиссию. В любом случае, суть в том, что эта неделя для спотовых биткоин ETF состояла из 3 негативных и 2 позитивных дней. Остальные были плюс-минус нейтральными. В целом, неделя выдалась непозитивной для ETF. Но на это, скорее всего, повлияло беспокойство инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Затем появился сильный отчет по занятости в США, что привело к укреплению доллара. И инвесторы задумались о том, что нас внезапно может ожидать повышения ставки. Но вот главный вопрос, который поднял Джесси Майерс. Халвинг биткоина произошел почти 6 месяцев назад. Я делал эту презентацию в MIT на следующий день после халвинга, объясняя, почему потребуется 6 месяцев прежде, чем цена биткоина начнет расти. И, наконец, это время почти пришло. Приготовьтесь. Он говорит об этой презентации, которая длится полчаса, но явно стоит того, чтобы ее посмотреть. Давайте вкратце разберем то, о чем он говорил. В основном, спустя 90 дней после халвинга биткоина на рынке ничего не происходит. Но уже спустя 180 дней после халвинга биткоина что-то начинается. Джесси подытожил свои исследования вот этим графиком, который говорит о том, что каждый биткоин-халвинг в будущем неуклонно создает пузырь с более высокими максимумами и минимумами. Также влияние халвинга на биткоин слабеет вдвое с каждым следующим халвингом. Итак, первые 6 месяцев после халвинга ничего не происходит. Затем в течение следующих 12 месяцев, уже после этих 6 месяцев, начинается весь экшен. Если это так, то весь экшен должен произойти в октябре-ноябре 2025 года. Но если вы снова посмотрите на этот график, то увидите эти большие колебания цены выше этой штрихпунктирной линии. Это моменты, когда цена биткоина взрывалась параболически. И эта штрихпунктирная линия отображает равновесную цену биткоина. Все, что находится ниже нее, является перепроданностью. Все, что находится выше нее, является перекупленностью. И настоящая магия – это дождаться такой равновесной цены и действовать уже от нее, покупая в перепроданных зонах и продавая в перекупленных. Я позволил себе внести некоторые редакции в этот график для того, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Надеюсь, Джесси не был против такого акта вандализма. А вот как математически описывается равновесная цена биткоина. По сути, это не что иное, как закон спроса и предложения. Этот график стоит рассматривать не как мы привыкли слева направо, а наоборот справа налево. Если мы посмотрим на крайний правый край, то увидим цикл 2020-2024. Затем тот, в котором мы находимся сейчас 24-28 и после будет 28-32. Суть в том, что количество биткоинов, добываемых майнерами, уменьшается с каждым халвингом. И для того, чтобы найти рыночное равновесие, нам нужно найти пересечение линии предложения и кривой спроса. Кривая спроса красная, а линия предложения синяя. Эти вещи, согласно экономическим законам, должны уравняться для того, чтобы найти равновесную цену. И по мере того, как предложение сдвигается влево, то есть уменьшается со временем, цена равновесия должна расти, чтобы восстановить баланс при постоянном или растущем спросе. Суть в том, что сегодня биткоин еще не достиг равновесия. Мы обязаны достигнуть его, если законы спроса и предложения работают. Например, майнеры. Сейчас они уже ощущают боль от халвинга биткоина. И сейчас, чтобы быть прибыльными, им нужна цена в 77 тысяч долларов за биткоин. До халвинга им было достаточно всего 40 тысяч долларов за одну монету. Боль майнеров уже поступает на рынок, но чтобы она утихла, требуется время. Воспаление не проходит за один час. И это значит, что вскоре нехватка предложения биткоина шокирует систему. И равновесие, так называемая равновесная цена, будет достигнута. А это модель Вайкофа для цены биткоина. Ею поделился трейдер Марти в твиттере. Синяя линия – это цена биткоина. Желтая линия – это прогноз на будущее, основанный на модели Вайкофа. Синий диапазон – это зона предложения. Именно здесь обитают продавцы и шорт-трейдеры. Зеленый диапазон – это зона спроса. Здесь обитают покупатели и лонг-трейдеры. Слева мы видим карту ликвидаций, которая помогает определять уровни ликвидности. А справа мы замечаем теоретическую модель Вайкофа. Суть в том, что закон спроса и предложения напрямую связаны с этим и с этим. Мы еще не достигли равновесия, но если взглянуть на этот график, это обычно происходит спустя 6 месяцев после халвинга. Когда был последний халвинг биткоина? 20 апреля 2024. А значит, 20 октября пройдет ровно полгода после халвинга. Посмотрим, повторится ли история. Возможно, цена будет манипулироваться. Нам будут расставлять ловушки и пытаться обмануть, напугать, или же даже наоборот вселить эйфорию, пытаться обнадежить. Результат для 95% трейдеров будет одинаков. Ликвидация и потери. Вот почему я предпочитаю холдить и усредняться, а не пытаться ловить дно или пик. А это коэффициент сортина для биткоина за последние 12 месяцев. Нужно всегда следить за тем, как активы выглядят по отношению друг к другу. Два актива выделяются на этом графике. Это биткоин в верхнем правом углу, вот здесь, с лучшей общей доходностью. И золото, вот здесь, как наилучший актив с точки зрения сочетания доходности и рисков за последние 12 месяцев. Мы наблюдаем битву двух активов за то, кто из них является лучшим средством сбережения. Золото в этом году было на подъеме. Это историческое движение драгоценного металла, учитывая, что обычно это очень медленный актив, который ничего не делает 10 лет, а затем резко взлетает. И золото взлетело из-за огромного количества напечатанных денег, беспокойства центральных банков, войнах и абсолютно безумных долгов по всему миру. Вот почему центральные банки скупают золото так, как будто завтра уже не наступит. Коэффициент сартина используется для измерения доходности с учетом рисков. Он похож на коэффициент шарпа, но фокусируется на рисках падения и измеряет доходность актива относительно его волатильности в сторону понижения. Это делает его особенно полезным для сравнения активов с разной рискованностью. Очевидно, что золото показывает лучшие результаты, потому что у него нет таких же рисков такого же падения, как у биткоина. И учитывая, что у золота почти не было падений за последние 12 месяцев, я не удивлен, что оно показывает лучшие результаты по коэффициенту сартина по сравнению с другими активами, включая биткоин. Это очень интересный анализ, поэтому я и говорю, следите за равновесной ценой. За этой ценой. Когда мы поднимаемся выше нее, держитесь за этот тренд. Не зря же говорят, the trend is your friend. Но будьте осторожными, риски на понижение растут вместе с ростом тренда. Еще один интересный взгляд на ситуацию, это сравнение биткоина с S&P 500 в плане ежемесячной доходности, где биткоин обозначен оранжевым и S&P 500 зеленым. Мы видим, что сентябрь стал сюрпризом. Обычно сентябрь плохой месяц для биткоина, но в этом году красного сентября не было. Под конец сентября биткоин умудрился закрыть его в плюс. Зато был красный август из-за лопнувшего японского керри трейда. Мы видим, что плохие месяцы биткоина были намного хуже, чем у S&P 500. Но вот хорошие месяцы, как например в феврале вот здесь или в марте, были намного более взрывными, чем у индекса. А это значит, что биткоин движется гораздо быстрее S&P 500. В среднем доходность за месяц для биткоина составляет около 7,4% по сравнению с 2% для S&P 500. В любом случае, хорошо будет инвестировать и в биткоин, и в S&P 500. Это если мы говорим о среднем сроке. Но на долго сроке у нас есть очевидный лидер. Биткоин вырос на 526% с 2018 года по версии MilkRoad. На самом деле MilkRoad схитрили, показав эту статистику. Они выбрали 2018 год специально, потому что это был один из худших годов для биткоина. За этот же период NASDAQ вырос на 186%. S&P 500 с 2018 года вырос на 102%. Золото выросло на 92%. А индекс TLT, показывающий ситуацию с облигациями, с 2018 года упал на 19,62%. Практически 20%. Если вы держали облигации с 2018 года, то сегодня вы до сих пор в минусе на 20%. Но стоит добавить, что это без учета инфляции. Короче говоря, якобы самый безопасный актив оказался самым убыточным. В любом случае, на длинной дистанции биткоин полностью доминирует среди всех активов. Конкурентов для него просто-напросто нет. На этой неделе было много шума и кроме Ирана, Израиля, рынка труда и так далее. HBO анонсировали документальный фильм о биткоине, в котором обещают рассказать о том, кто такой Сатоши Накамото. Не знаю, стоит ли доверять этой информации, но думаю, они просто отчаянно гонятся за просмотрами, как и все, кто работает в медиа. И себя из этого списка я тоже исключать не буду. Поверьте, это очень приятно наблюдать большую статистику на своих видеороликах, в которые ты вкладываешь столько времени и усилий. Множество людей взволнованно ожидают этого фильма и рассматривают кандидатов на роль создателя биткоина. Кого HBO назовет Сатоши? Сейчас больше всего ставят на человека по имени Лен Сосаман. Полимаркет считает, что это определенно создатель биткоина. Другие кандидаты Адам Бекк, Хал Фини, Ник Сабо, Пол Леру, Дэвид Клайман и так далее. Кстати, Сосаман уже не с нами. Дело в том, что он умер приблизительно тогда же, когда Сатоши Накамото опубликовал свой последний пост на биткоин-форуме. Это подозрительное совпадение и заставляет людей ставить на полимаркете на то, что он и есть Сатоши Накамото. Люди продолжают спрашивать меня, что я думаю о документальном фильме HBO про создателя биткоина. Но вот мое мнение и вот мнение рынка. Одно на что я хочу обратить внимание, ставки на Лена резко упали. Они были на уровне 67%, а сейчас это 34%. Мы не знаем, куда они пойдут дальше, но скоро узнаем. Хотя лично я это узнаю из интернета, потому что я не смотрю телевизор. В начале видео я упомянул о том, что BlackRock по всему миру продвигает биткоин. На этой неделе их презентация всколыхнула все сообщество. Это очень круто и это то, о чем биткоин-энтузиасты говорят столько лет. Вот один слайд из их презентации. BlackRock говорит, что биткоин это альтернатива глобальным деньгам. В то же время, по их мнению, эфириум это рискованная ставка на принятие блокчейна. Биткоин это деньги, а остальная криптовалюта просто азартная игра. Это мнение BlackRock. Здорово видеть, что они буквально отправились в глобальное турне для своих клиентов, продвигая биткоин. И это очевидно отразилось и на цифрах. У спотового биткоин-ИТФа от BlackRock было всего три дня с отрицательным притоком денег за весь период существования. А объем привлеченных средств просто ошеломляющий за такой короткий период. Их спотовый биткоин-ИТФ существует всего лишь 185 торговых дней. И за это время они привлекли рекордно огромное количество денег среди всех когда-либо существовавших ИТФ. Теперь перейдем к майнерам биткоина. Вышли производственные показатели за сентябрь. И есть несколько интересных моментов. Марафон добыл 705 биткоинов, Клинспарк почти 594, Riot 412, Iris 347. Хочу также отметить, что в месячном исчислении топовые майнеры показали рост, в то время как многие другие нет. Марафон, Клинспарк, Riot и Iris увеличили добычу биткоинов в сентябре, так как они заменили старые установки на новые более эффективные. Некоторые же майнеры, такие как HAT, например, фактически исчезли. В августе они добыли 85 биткоинов, а теперь в сентябре всего лишь 72. Это свидетельствует про устаревание их майнинговых установок и падение хешрейта. Важно иметь самые эффективные установки, чтобы конкурировать в мире после биткоин-халвинга, когда вознаграждение за блок уменьшилось вдвое. Майнеры достигают своего рода равновесия. У них было несколько хороших месяцев, но теперь давление действительно усиливается. Они получают вдвое меньше, чем раньше. Нам просто нужно дождаться, когда цена биткоина тоже достигнет равновесной цены. Теперь давайте обсудим тренды в криптовалютах. Темой месяца по-прежнему остается искусственный интеллект. Биткоин вырос на 10,4% за месяц и эфириум на 1,7%. Эфириум разочаровал многих в этом году, а эфириум фаундейшн и Виталик Бутерин и вовсе продают свои монеты. Уже не первый раз я замечаю, что те монеты, в которых разочаровывается большинство, спустя несколько лет дают больше всего прибыли. Самым главным таким примером в недавнем времени была Солана. Также стоит отметить несколько важных трендов, таких как криптовалюты из сектора Crosschain Bridge и RWA, токенизации реальных активов. Они выросли на 40% и 26,8%, соответственно. Не отстают от них и мемкоины. Удивительно, что сектор D-PIN показал себя хуже всего, но он взрывался весь год, так что большая коррекция была неизбежной. Я бы присматривался к альткоинам из сектора D-PIN после большой коррекции. Там будет множество хороших покупок. Давайте сравним топ гейнеров этой недели. И мы видим, что в топ-3 входят Аптос, Тао и Суй. Грейскейл создала фонд, инвестирующий в ИИ. Он называется Грейскейл Децентралайзт А.И. Фонд. Они инвестируют в Тао, НИАР, Файлкоин, Рендер и The Graph. Тао являются крупнейшей их инвестицией на данный момент. Вот почему Тао в топ-3 растущих на этой неделе. Конечно же Аптос растет на фоне успехов Тао, а Суй на фоне успехов Аптос. Справа вот здесь мы видим худшие монеты за неделю. Это интернет-компьютер, ПП, Арбитром, XRP, Оптимизм, Дот, Рендер и так далее. Я бы присматривался к худшим. Обычно среди них есть те, которые могут неплохо отскочить после падения. Интересная история случилась и со стейблкоинами на этой неделе. По данным CoinTelegraph, Coinbase собирается делистить тезер и другие стейблкоины на территории Евросоюза, которые не соответствуют новым европейским правилам к декабрю 2024. Интересно, почему Евросоюз думает, что тезер не соответствует их требованиям? Стоит отметить, что тезер является единственным стейблкоином, который сотрудничает с ФБР США и секретной службой США, а также со 180 правоохранительными органами в 45 странах по всей планете. Тезер также позиционирует себя как друг США, поскольку он держит казначейские облигации США на сумму почти 100 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших держателей этих облигаций в мире. Многие люди думают, что стабильные монеты, стейблкоины, биткоин и эфириум используются преступниками. Нет, это уже давно развенчано. На это указывает, например, и то, что тезер сотрудничает с ФБР и всеми правоохранительными органами в 45 странах по всему миру. Так что, если вы хотите заниматься теневыми делами, биткоин уже совсем не подходит для этого. Для большинства таких делишек используется фиат и в основном наличный. Ну а пока что рынок стейблкоинов выглядит примерно так. Тезер занимает 75% от общего рынка стейблкоинов, а USDC около 22%. Все остальные занимают лишь небольшую долю рынка. Стейблкоин от PayPal растет, но ему еще далеко до лидеров. Его капитализация всего 700 миллионов долларов. И еще важные новости недели, которые, возможно, вы пропустили, но я бы хотел их обсудить. Несмотря на то, что Иран, Израиль и страх нового роста ставок немного потрясли рынки, ИИ показал себя хорошо. NVIDIA выросла на 3%, Google на 2%, Meta на 5%. В какой-то момент, если я не ошибаюсь, из-за этого Марк Цукерберг, SEO, Facebook, Meta, стал вторым богатейшим человеком планеты, обогнав Джеффа Безоса. Они идут нога в ногу. Илон все еще на первом месте. Это говорит нам о том, что самыми богатыми людьми мира являются представители крупных технологических компаний – Tesla, Amazon и Facebook, Meta. Сейчас мы наблюдаем самое большое смягчение денежно-монетарной политики центральных банков с коронавирусной пандемией. С апреля 2020 года, когда произошел резкий рост количества понижений ставок центральными банками, а также огромное печатание денег. Сегодня мы видим, что и глобальный долг буквально взлетел – 400 миллиардов долларов нового долга за три дня. Это просто безумие. Это уже имеет некоторое влияние. Несмотря на позитивную ситуацию на рынке труда, 30-летняя ипотека выросла до 6,53%, что является значительным однодневным ростом. Сейчас это разрыв в 256 базисных пунктов. Но суть в том, что многие после снижения ставки ФРС США надеялись и на снижение ипотечных ставок, чтобы купить дом или продать его тому, кто сможет позволить себе выплаты по ипотеке. Но этого не случилось. Все пошло в обратную сторону. Я все же считаю, что 30-летняя ипотечная ставка должна быть ниже. Сейчас она на уровне около 6,11%, но надеюсь, что она упадет до 4,25% примерно через 6 месяцев, к весне, когда люди обычно покупают дома. Увидим, что будет. Если что, речь идет про США. Ну и в других странах ситуация похожая. В России, например, ставка за последние годы тоже сильно выросла. Это был краткий обзор недели. Надеюсь, вам понравилось это шоу. Спасибо всем за просмотры, лайки и подписки. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok